Она хотела быть педагогом еще со школы. Вдохновленная собственной учительницей физики, пошла по ее стопам. И сегодня, без преувеличения, одна из лучших в своей профессии. На счету Людмилы Кациф сотни медалистов и победителей Олимпиад городского, областного и даже всероссийского уровня. В школе она трудится уже 48 лет. Как бы ты себя не чувствовал, когда ты приходишь в школу, ты забываешь все. И действительно душой молодеешь, потому что ты среди детей. Какое счастье, когда выбираешь дело то и служишь этому делу, который тебе по душе. Я не представляю себя в другой профессии, несмотря на то, что в детстве я хотела быть кассиром, а муж в полиции, чтобы работать. Самое главное – найти подход. Для каждого возраста он свой. Людмила Еликовна уверена – нет неуспевающих учеников. Есть нетерпеливые учителя. Вы говорили, что вам довелось поработать в школе-интернате, достаточно сложные детки, но при этом вы говорите, что не было ни одной тройки. Старшеклассники, ребята, дети, конечно, обеззоленные по своей жизненной ситуации. И мне настолько их было, я не могу сказать, жаль. Ну, понятно, что и жалость присутствовала. Но они так отзывались на все то тепло, которое им дарили, что я проводила много времени, мне некуда было торопиться. Мы делали уроки. У нас не было ни одной тройки про физики. Хотя физика не самая простая. Да, да. Спустя несколько лет на посту учителя Людмила Еликовна продвинулась по карьерной лестнице и стала директором. Заручившись поддержкой от коллег, вместе с другими специалистами она внедряла в учебный процесс новые формы и видения. В Химках в 1991 году мы получили статус лицея. Не просто получили, а доказывали, что мы способны нести такое звание лицеистов, наши школьники. И приглашать стали преподавателей вузов. Естественно, коллектив немножко тоже потянулся, потому что тоже очень интересные люди были. Мы перешли на профиль из 10 класса. Стали смотреть, что детки пошли. Открылся 13 лицей. В физмат-класс туда кто-то ушел. О, это была страшная трагедия. Все, значит, физмат-класс открыли. Потом класс туризма. Мы с Академией туризма сразу же стали работать. Потом медицинский класс у нас был на базе училища нашей больницы 119. Ребята получали сертификат медсестер, младших медсестер. Там прям целый день они проводили в 119 больнице. А потом уже химбио-класс сделали. У нас очень хорошие преподаватели химии и биологии. В частности, Юрий Николаевич, директор нашего лицея. Овсяников Александр Владимирович. И мы уже сколько лет попадаем в 50 лучших школ России, кто профиль химбио осуществляет. То есть ребята оправдывают себя в дальнейшем. Опять же, до интервью вы говорили о том, что когда-то приглашали педагогов, у которых перенимали опыт. И сейчас вы те самые педагоги, которые приглашают куда-то для объекта. Вы знаете, я с умилением вспоминаю, как я посещала семинары директором третьей школы. Геранима Святона Петровна, директор седьмой школы Самоделова. Я даже имя и отчество, что быстрее. Затем Ольга Константиновна, первая школа. Мы когда к ним приходили, это вот прям было, знаете, в захлеб после этих семинаров. Мы повзрослели немножко и сами стали проводить семинары. И областные, и муниципальные, и даже методисты России у нас были на семинарах. Директором лицея в Химках Людмила Коцыв была 20 лет. За эти годы она создала сильнейшую команду педагогов, год за годом доказывающую свой профессионализм. Вы знаете, мне очень повезло, я считаю, по жизни, что на моем пути были такие профессионалы, высокие профессионалы, умные люди. Я вообще считаю, что вот девиз «Да здравствуй разум» – это самое главное. Потому что когда человеком умным, ты всегда видишь глянцевую ложь и все остальное. Вот мне очень повезло, начиная с момента, когда меня принимали на работу Кошниревича Вера Васильевна. Прихожу в августовский педсовет, она директор 11-й школы. Затем приходит Кузьмин Владимир Николаевич, который давал возможность творить. Сам творческая личность и нам давал творить. Завучем была Светлана Александровна Калюжная, Раиса Алексеевна Костяева. Но настолько единомышленники. И настолько вот мы все новшества, которые можно было, мы пытались в школу внести. Несмотря на очевидный успех в управленческой работе, ее по-прежнему тянуло в классы. Тогда Людмила Коцыв приняла, как говорит она сама, одно из главных решений в своей жизни. Оставить пост директора и вернуться к урокам. А можно ли говорить о том, что вот такой вашей любви к работе, к тому, что вы делаете, причастна команда, с которой вы работаете? По-другому ты ничего не стоишь. Только с единомышленниками по-другому быть не может. Просто вот я и говорю, что мне повезло. И с коллективом повезло. Сами говорите, что вот такой цикл от учителя и возвратилась учителем. И с превеликим удовольствием тружусь учителем. Это вот коллектив, который профессионалы, которые поставили на цель помогать и помогают друг другу и детям. Ну, естественно, если бы было не так, я бы разве осталась? Людмила Еликовна, в этом году вам присвоили звание почетного жителя городского округа. Поделитесь своими эмоциями. Как отреагировали на это, когда узнали? Конечно, мне было очень приятно. Я немножко была удивлена, честно скажу. Но очень приятно. Особенно потому, что год педагога объявлен президентом. А как ученики и коллеги отреагировали? А еще мало кто знает ученики. А те, кто коллеги знают, все звонили. И я говорю, господи, у нас столько людей заслуженных. Я уже все-таки не при такой нагрузке работаю. Все говорили, не смущайся, заслужена. Для вас вот этот статус, он что-то поменял в ощущении вообще вашей деятельности? Как-то вот, может быть, еще больше у вас теперь любовь к школе? Или все-таки... Ой, больше любви уже быть она не может. Я и ребятам всегда говорю. Я говорю, это если вы что-то не доделываете, вы обижаете меня. Потому что я люблю физику. Как предмет раз. Вот. Единственное, что... Если где-то были у меня мысли начинать учебный год, уже все-таки возраст. Я к 70-летнему юбилею приближаюсь совсем скоро. То теперь надо отрабатывать. Сомнения улетучились. 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 Продолжение следует...